Максима Копылова ульяновские зрители знают как талантливого актёра и режиссёра Ульяновского драматического театра, продолжателя династии режиссёров Юрия Семёновича Копылова и Людмилы Михайловны Гавриловой. Его режиссёрский дебют на ульяновской сцене состоялся в 2012 году. Тогда он выпустил спектакль «Двенадцатая ночь» по пьесе Шекспира. В том же году не стало его отца, народного артиста Российской Федерации, и лауреата Государственной премии Российской Федерации и Международной премии Станиславского Юрия Семёновича Копылова. В этом году ему исполнилось бы 80 лет. Максим Юрьевич Копылов провёл в Театральном музее Юрий Копылов, мастерская режиссёра, который воспроизводит кабинет мастера при его жизни, небольшую экскурсию и поделился воспоминаниями об отце. Там всегда стоял стол для макета, готовящейся к постановке спектакля. Когда приезжал Шавловский, уже делал макеты, они долго обсуждали. В основном он стоял вот на супротив дивана. Где-то вот, если в этой локации, то он где-то стоял вот так, вот здесь. Мы сидели, чай, кофе, обсуждали, что, где, как работает, какие планы. Перед ним стоял сперва, если я не ошибаюсь, ну, опять же, от времени зависит. Сперва стоял магнитофон обычный, кассетный. Потом, когда пришла эпоха уже дисков, музыкальный центр стоял. Потом, когда пришла эпоха уже таких плазменных телевизоров, висел телевизор на стене, на который транслировался идущий спектакль. Юрий Семёнович, разрешал вам вот так вот посидеть в кабинете за его столом? Да, я у него уроки делал, пока он репетировал. Либо у него, либо у Людмила Михайловна в театре «Кукол». У меня же другой жизни-то не было. Я дома появлялся вместе с ними вечером. Они меня забирали сперва, если это было, когда я учился с первого по третий класс. В третьей школе, то в основном у Людмила Михайловна в театре «Кукол». А когда перешел там пятый, шестой класс, в первую школу уже в драме здесь. А на спектаклях, наверное, Юрий Семёнович, вы... Все премьеры, все. А это была традиция. Кто же меня дома-то оставит? Нет, это была традиция. И не только спектакли, еще и концерты симфонического оркестра, когда на тот период руководил Алексеев Николай Геннадьевич. Вот, они очень дружили с Юрием Семёновичем. Вместе собирались, обсуждали какие-то новые темы новаторские. И если была премьера какого-то симфонического оркестра филармонии, мы всей семьей шли к ним на симфонический оркестр. Если это была премьера у Юрия Семёновича в драме, они, соответственно, приходили к нам в драму. Вместе собирались, сидели, обсуждали. Это было такое содружество гениальных людей. И они вот так крутили. А что вам нравилось в Юрии Семёновиче, ну, как сына? Вы, наверное, для себя что-то подчеркивали в нём? Его характере, может? Ну, как я могу сказать, всё, что что-то не нравилось. Да нет, как ребёнку много чего не нравилось. Когда мне наказывали, мне не нравилось. Когда мне гулять не отпускали, я не понял, почему мне не нравилось. Но всё же приходит с возрастом какое-то для себя опознавание тех или иных решений взрослых. А вот они поступили так, я был неправ. Да нет, мне нравилось всё. Нет такого момента. Есть момент такой, есть то, о чём я жалею, как бы. А жалею я только о том, что очень мало времени, Господь Бог отвёл. Мне вообще, я ж последние буквально 10 лет-то, я толком его не видел. Я ж учился и работал в Москве. Вот как раз вот этот период. Вот это единственное, о чём я сожалею. Напомним, что в этом году Ульяновский драматический театр организовал к юбилею мастера первый Всероссийский театральный фестиваль в памяти народного артиста Российской Федерации Юрия Копылова, на который съехались актёры, которые когда-то работали с ним. Фестиваль будет работать по 6 ноября. Субтитры создавал DimaTorzok